Hyundai приняло участие в международном деловом форуме с длинным названием Noble Vision Open Innovations 2.0, который состоялся в технопарке Сколково. Управляющий директор компании Алексей Калицев стал спикером одной из панельных сессий, в рамках которой обсуждались процессы трансформации рынка мобильности, ключевые векторы транспортных технологий будущего, а также необходимые инфраструктурные изменения. Знаете, мы уже не первый год принимаем участие. Мы считаем, во-первых, мы резиденты Сколково, мы партнеры фонда, и мы очень рады, что здесь проходит такой масштабный инновационный форум. И открытые инновации, мы считаем, отличная площадка для знакомства с новыми тенденциями, хорошая площадка для дискуссий, поэтому мы считаем совершенно естественным поучаствовать здесь. Так, в ходе своего выступления Алексей Калицев объявил, что в следующем году Hyundai привезет в Россию электрический IONIQ 5. Пока идет процесс сертификации, поэтому точный набор параметров российский офис не раскрывает. Скорее всего, нас ждет топовый вариант с запасом ходов в 500 километров. Машина будет доступна в сервисе Hyundai Mobility, а вот купить ее, вероятно, не получится. Ну, то есть, это будет по подписке. То есть, человеку не должна болеть голова, какая будет достаточная стоимость, что я буду делать с машины, с батареей, куда я поеду. Это будет полностью наша проблема. То есть, у нас такая концепция, то есть, мы не будем продавать. Ну, если кто-то очень будет настаивать, да, но, в принципе, я думаю, что, учитывая вообще все, ну, те возможности, которые у нас есть, вот IT-шные, то есть, подписаться на IONIQ будет намного проще и интереснее. Намного. И для клиента. А потом это уже наша будет забота, там, через 2, через 3, через 4 года поменять батарею или что-то сделать. Во время сессии спикеры также затронули тему водородного транспорта. О нем в Hyundai думают, но пока никаких решительных действий предпринимать не планируют. Скорее, нет. Мы пока не планируем запуск здесь водородных автомобилей. Мы изучаем скорее рынок, потому что сейчас даже, ну, вообще в пространстве профессиональной нашей среде обсуждения идет и по электрификации, по каким-то программам поддержки электротранспорта и электрозаправочной инфраструктуры, и также водородный транспорт. Мы за этим мониторим, и наша компания, так как мы активно инвестируем в водородный транспорт, ну, если появится возможность, мы обязательно ей воспользуемся. Пока же компания намерена развивать свой сервис подписки Hyundai Mobility, в котором зарегистрировалось уже свыше 32 тысяч пользователей, долгосрочную аренду для юридических лиц, бизнес-мобилити, сервисы онлайн-продажи новых и поддержанных машин. Ставка делается и на страховую программу «Киберкаска», которая позволяет существенно экономить на полисе.